Всем привет! В этом видео я вам расскажу о том, как мне в кабину прилетела 100-килограммовая глыба льда. Я вам расскажу по порядку, как это получилось, чтобы потом не было вопросов. Сразу же после Нового года, 6 января, я вышел на работу. Загрузка у меня была из города Санкт-Петербурга, и должен был груз я доставить в город Манчегорск. 6 числа в городе Санкт-Петербурге было очень сильное потепление, до плюс 2, плюс 3 градусов. И получилось так, что я когда приехал на загрузку, я загрузился, и в процессе того, когда я выезжал с территории, на которой меня грузили, у меня на плохой дороге очень сильно перекашивало мой прицеп, пока я оттуда выбирался. Прицеп у меня Шмидц 2013 года, и в общем он уже в своей жизни повидал многое, поэтому в частности на крыше поперечные усилители на этом прицепе через один уже когда-то были лопнувши, а потом их заварили не лучшим образом, и прицеп поехал дальше зарабатывать деньги. В этот раз получилось именно так же, я в тот период, когда уже загрузился и опломбировался, я попасть внутрь прицепа уже не смог. И в тот момент, когда я выезжал по вот этой кривой дороге, либо второй вариант у нас, дорога на базу, наверное еще хуже, чем та дорога, по которой я выезжал с загрузки. Ну и кто ездил на шторных прицепах, поймет, что когда едешь по большим кочкам, то прицеп вправо-влево очень сильно раскачивается. И вот в тот момент как раз-таки у меня один из усилителей лопнул. Дальше я 6-го числа никуда не поехал, и поехал только 7-го утром. И получилось так, что за ночь, пока я стоял на том месте, где лопнул усилитель, образовалась, так скажем, впадина из тента, и пока была плюсовая температура, туда попало очень много воды. Дальше я стоял до утра, к утру начало подмораживать, и вся та вода, которая у меня была там, она замерзла. Дальше, когда я с утра поехал, то на крышу прицепа не заглянешь никак снизу. И получилось так, что, наверное, тысячу километров я почти проехал, и даже не подозревал о том, что у меня там что-то лежит. И в один прекрасный момент мне пришло довольно-таки резко оттормаживаться, потому что впереди было что-то похожее на ДТП. И именно в момент торможения у меня кабину тряхнуло, как будто у меня в кабину попал снаряд от танка. И раздался такой грохот, что, в общем, у меня были мысли, что, может, кардан вывалился, и там начал молотить. Или маховик уже выскочил. В общем, мысли были разные, я даже не догадался вначале, что это было до тех пор, пока я не остановился и из кабины не вышел. И каково же мое было удивление, когда я из кабины вышел и увидел уже вот эту глыбу, которая раскололась в момент того, когда она падала с крыши прицепа по моей кабине вниз. И моим глазам открылась довольно-таки удивительная картина. В общем, огромные куски льда лежали между кабиной и полуприцепом, который я впоследствии скинул. Я переживал за кабину, потому что задняя стенка кабины металлическая, а чуть выше сама, так скажем, кепка кабины, она из стекловолокна сделана. И, в принципе, небольшие удары она может удержать, но серьезный удар уже приведет к тому, что стекловолокно может треснуть. К моему счастью, ничего не треснуло. Я посмотрел, залез туда наверх, в общем, осмотрел всю стенку кабины и ничего критического не увидел. Даже там ни вмятин, ни царапин не было. Перекидки и розетки тоже не повредило. В общем, слава богу, мне повезло на этот раз. Когда я приехал на выгрузку, уже вскрыл пломбу, открыл дверь прицепа, то увидел причину, по которой все это произошло. Как и оказалось, что лопнул усилитель. В том месте образовалась, можно сказать, что грыжа, в которую налилась вода. Потом она замерзла. И до определенного момента вот эта огромная ледышка ехала на крыше прицепа. И в один прекрасный момент, хорошо, что никому ни на голову не упало, ни на машину, вот эта куча льда вывалилась, пристукнув с диким грохотом по моей кабине. Я уже много лет за рулем езжу большой машиной, но с такой ситуацией я сталкиваюсь в жизни впервые, поэтому решил поделиться с вами. Всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, у кого были похожие ситуации. Всем пока. Пишите свои комментарии.